добрый день это канал за линии горизонта и сегодня у нас обзор обзор очень необычной палатки палатка maverick 4 сезона палатка позиционируется как всесезонная как я уже сказал то есть в том числе и зимние модификация термал имеет вырез для печной трубы и рукав для приточной вентиляции для печки юбку внутреннюю неразрезную и автоматический каркас из толстых фиберглазовых двух производители обещают установку за две-три минуты но на самом деле конечно это не так да и сама установка требует некоторого обучения первый раз я ставил эту палатку мне кажется минут тридцать или сорок что зло меня в некий ступор со временем начало получаться быстрее но для три минуты можно расставить шахтер внешнюю палатку это кое-как не фиксируя по всем петлям земле колышками а это очень важно и палатка поставляется вот в таком чехле вес ее около 16 килограмм чехол не промокаемый стандартной поставки внешний тент соответственно каркас неразборный несъемный и внутреннюю палатку опционально можно заказать пол холодный или с обшитыми сшитым карематом кроме того дополнительно можно заказывать верхнюю часть я уж не знаю как она правильно называется купол колпак штатно идет совсем коротенький он сейчас стоит можно заказать в пол высоты палатки можно в полную высоту считается что он влияет на температуру так это или не так сказать не могу потому что длинный я не заказывал и сравнивать менее чем но скорее всего так оно есть конечно то есть чем больше слоев тем наверное все-таки термоизоляция лучше ну что же давайте посмотрим что у нас здесь в чехле а в чехле у нас собственно собственно все красиво чехол стропы стягивающиеся которые позволяют класть палатку и стягивать уже в чехле чтобы она занимала меньше места стропы действительно очень легко и быстро раскрываются вот внутренняя палатка мы его отложим конструкцию палатки довольно простая похоже на зонтик раскладывается очень просто ставится вертикальным кстати неправильно я ее поставил ставится пока довольно просто по принципу зонтика берется центральная часть чуть-чуть и поднимается и легким нажимом фиксируется боковые ну другом их назвать язык не поворачивается стойки наверно после того как мы зафиксировали первый ряд стоек необходимо сверху надеть тот самый купол про который я говорил это самый короткий он идет в комплекте с палаткой одевается довольно просто ну то есть ничего китру нету на специальные застежки ставится по периметру за каждую стойку цепляется и с другой стороны всего шесть точек крепления на одной из стоек есть белый маркер маркер указывает на направлении входа таким образом вход можно сориентировать еще до того как палатка будет расставлена очень удобно очень хорошо ну что ж мы первый ярус так сказать собрали остается быстренько по тому же принципу продолжить второй ярус сути шесть колен автоматически фиксируется при растяжении 4 6 так что у нас уже собрано ну вот наверное по большому счету тот самый минимум про который производитель говорит что палатку устанавливается за две-три минуты но наверное так она и есть на данном этапе уже можно прятаться от дождя какой-то непогоды снега но пока что не от ветра потому что любой ветер на данном этапе палатка несет очень быстро давайте откроем сразу до того как мы зафиксировали палатку собирается она также скручивается на петельки вот теперь можно расправить чуточку и и перейти фиксации место не очень удачно выбрана на тем интереснее кошки вместе с палаткой поставляются в таком вот синтетическом чехле никаких стяжек у него нету но зато есть завязочки пришиты к своему чеху кошки имеют такой вот вид они пластиковые черные с крючком вместе с колышками поставляется молоток для их забивание тыкать фиксации нужно молоток или нет вопрос конечно спорно иногда для жесткого грунта может пригодится таким образом мы фиксируем палатку мы должны растянуть как можно более туго палату для чего это я покажу после это очень важно и дело даже не в том чтобы ткань была плотно натянута вернее не только в том чтобы ткань была плотно тянута и капли дождя легко скатывались палатки дело еще в установке пола внутри палатки сейчас я зафиксирую и мы пройдем внутрь так казалось бы на этом основная часть установки тента завершена но многие этим пренебрегают тем не менее есть смысл специальные петли которые в конце швов на сторонах шестиугольника также приспелить к земле для нескольких скажем как целей месяц о них расскажу вкратце просто покажу на примере двух петель смотрите во первых вот у нас есть две стороны одна сторона петлями пришита глубоко к земле вторая сторона не пришита во первых прежде всего это вопрос ну как бы устойчивости понятно что чем больше точек крепления палатки к земле тем она будет устойчиво устойчиво тем лучше она будет переносить порывы ветра кроме того обычно когда мы открываем окна мы вынуждены придерживать молнию чтобы она не поднимала за собой фронт палатки если же у нас пошло так и пришпили на земле то нам не обязательно придерживать из-за того что по данной линии установленного отец довольно плотно молния тоже скользит довольно легко и непринужденно то есть это удобство как минимум открытие и закрытие вентиляционных окон но и третья причина имеет смысл пришпиливать палатку она лучше всего видна конечно изнутри связано с конструкцией юбки понятно что верхняя часть тента натянута и пытаются кромку поднять от земли а по кромке идет юбка и пол пол внутренний пол палатки он ложится внахлёст на юбку он крепится за эти д-кольца которые у нас в углах и сверху плотно прилегает к юбке палатки если у нас пол находится параллельно юбке то очень мало зазоров и никакие непрошенные гости и по живности или насекомыцев в палатку не проберутся а если у нас тент постоянно стремится забраться наверх за счет натяжения то юбка будет следовать за ним и пытаться выскочить из-под пола если же в этом месте палатка была бы за петли пришпилена к земле то тент лежал бы ровно параллельно и никуда не пытался выскочить так что это еще и вопрос не только удобства но и комфорта эффективности работы внутреннего пола кроме того чем меньше зазоры под внутренней юбкой тем более палатка энергоэффективна потому что она меньше ну скажем так неконтролируемо вентилируется по земле это тонкости которые касаются установки что еще можно добавить то что вот у нас уже ветерок начался как видите палатка прекрасно стоит там где она пришпилена там где она не пришпилена земле она уже гуляет внутренняя юбка уже топорщица и в общем-то никакого практического смысла в ней нету вот вы можете наглядно наглядно сравнить два так сказать две секции зафиксированную и не зафиксированную как говорится разница на лицо хотя казалось бы в отсутствие ветра и на достаточно ровной поверхности это может быть разгляд незаметно ну что же давайте перейдем к внутреннему полу к установке сейчас я его принесу и мы посмотрим с вами как он ставится пол палатки поставляется в таком чехле он довольно объемный но по весу незначительный может быть на мой взгляд килограмм 200 где-то весит из себя из пол представляет прошитые и старпулины квадраты с вшитыми внутрь то ли карематом то ли каким-то всплениваем материалом в общем что-то похожее на пенку давайте разложим этот пол палатки раскладывается довольно просто крючками он фиксируется где образным кольцам в углу палатки который я уже показывал ну вот мы поставили пол операция довольно трудоемкой на жире в том плане что самой палатки конечно жарковато при закрытой вентиляции надо сильно потеешь на вылет это примерно вот так вот в таком режиме палатка может быть использована как шатер я обещал рассказать почему еще важно растягивать палатку до до предела если допускать провисание дело в том что пол палатки если вы обратите внимание в углы крепится на крючки на д-образные кольца через резинки и если палатка имеет недостаточный диаметр то есть недостаточно растянуты эти резинки с провисанием и могут легко из своих петель выскочить таким образом они выскочат пол начнет стягиваться сворачиваться вот перемещение людей палатки от того что наступает в разные места сухоживаться в конце концов откроется голая земля могут поползти насекомые змеи жабы мыши так что друзья мои растягивать палатку это не только гарантия не промокания от дождя но и защита от разных ползающих гадов и тварей ну что же давайте попробуем поставить внутреннюю палатку выглядит она как кокон который подвешивается на тех же пружинах на внутреннюю палатку схема довольно стандартные ничего нового расставить ее достаточно просто прежде всего ориентируемся на вход вот у нас закрыт и не виден вот он на молнии у нас с фронтальной стороны сверху есть 4 небольших фиксатора которые вставляются в кольца и подвешиваются к потолку основной палатки и разумеет через резинки бог если человек спящий в коконе облокотиться об стенку он не вырвал с корнем фиксаторы а просто растянулась резинка интереснее с тыльной стороны я попробую показать не знаю сможешь камера или нет сильной стороны сильной стороны по дну кокон крепится фастексами быстрыми застежками которые необходимо прикрепить и продублировать сверху чтобы плотко внутренние держалу форму то же самое с этой стороны фастекс и кстати важно после крепления фастексом подтянуть его как можно шире чтоб пол был растянут а не болтался мешком и то же самое упражнение проделываем для верхней части таким образом внутренней палатки практически закреплено осталось также на фастексах зафиксировать фронтальную нижнюю часть делается это как мы видим крайне легко и растянуть то чтобы она не болталась от ветра людей было натянуте все внутреннюю палатку на установлено здесь есть вот крепится он фиксируется на петельках так ну давайте посмотрим что у нас внутри меры недостаточные состянутости фастексы задняя часть провисает потому что тот я крепил первым нижние левое крепление и не подтянул ну то есть пусть будет назидание так сказать что всегда нужно протягивать собственно палатка с тремя огромными вентиляционными окнами я бы сказал панорамными с тремя сеточками для мелочей по всем трем стенкам палатки по сверху собственно ничего нету просто потолок сожалению нет даже петельки для фонарика ничего такого все вентиляционные отверстия внутренние палатки дублируются соответствующими отверстиями окнами вентиляционными внешней палатки вообще про вентиляцию этой палатки можно говорить отдельно потому что эта палатка одна большая вентиляция начнем с того что здесь на каждой стороне по большому вентиляционному окну того 6 вентиляционных окон задней части палатки с передней огромные вентиляционные окна речки гор не знаю в зависимости от того где вы находитесь это действительно шикарно так все это смотрится как будто на балконе находишься красота кроме того что здесь есть шесть больших вентиляционных окон наличие имеется также 7 маленьких вентиляций 1 2 похожие маленькие вентиляции с тыльной стороны 34 для треугольных вентиляции потолочных еще одна три потолочных 4 плюс 37 вентиляционных отверстий уже не окон плюс отверстие для печной трубы и рукав для приточной вентиляции для печки это такой вот органайзер который крепится к боковой стенке палатки если мы предполагаем что с правой стороны при входе у нас стоит стол или печка то обычно мы его при этом с левой стороны за те же самые кольца внизу фиксируем те же самые дообразные кольца до всякой мелочи очень удобная штука поверьте мне ничто не валяется у всего есть свое место довольно срочно и в то же время легкая опция ну наверное это все что можно рассказать о палатке а теперь все таки об области ее применения будем честны палатка конечно отличные что уж там говорить она но выдерживала довольно сильные дожди бог даст мне еще удастся снять видео как мы попадаем с этой палаткой под дождь под сильный подливень может быть под сильный снегопад это все в будущем на одном канале ссылку я в описании оставлю я к сожалению помню как он называется показывалось как палатка течет за счет того что за клапана затекает вода во время сильного ливня и она просачивается внутри палатки и капает на юбку прямо у меня правда такого не наблюдалось но я и не смог зафиксировать это на видео поэтому как только представьте возможности обязательно сделаю давайте поговорим о специфике о минусах и так прежде всего палатка да конечно ни разу она не трекинговая и тем более не экстремальную несмотря на то что не предназначен для довольно низких температур 16 килограмм есть 16 килограмм огромный объем собственно палатки огромный объем пола если брать пол без теплоизоляции то есть простой терпулиновый пол ну конечно занимает чуть меньше места и влазит что штатный чехол вместе с палаткой но и соответственно тепла к его тоже не будет это обыкновенная синтетика нужно понимать что нужны дополнительные карематы нужны спальники нужно все остальное тут как бы вопросов нет палатка хороша если ее поставить один раз и на неделю то есть чисто кемпинговый вариант палатка хороша если ты идешь не на байдарке где нужно приходится экономить место в кокпите где едешь автотуристом на машине куда-то заезжаешь палатка хороша если есть хорошее место для установки если обнаруживаются неровности поверхности то до какой-то степени их поможет выправить именно про ушины про которые я рассказывал но только до какой-то степени потому что если у нас наблюдается провал яма то как я уже говорил внутренней юбка будет постоянно пытаться выскользнуть из-под дна открывая путь всякого рода насекомым и прочим незваным гостям поэтому если есть возможность лучше ставить ее на идеально ровную поверхность искать либо даже может быть на небольшой пригород кривизна которого не будет доставлять дискомфорт во время ночевки в общем лучше потратить лишние несколько минут на поиск и расчистку хорошего места чем поставить тепляку потом мучиться тем более что установка все-таки этой палатки нетривиальная штука входная дверь палатки оснащена можно было поставить входную дверь как козырек на распорки рассмотрены растяжки для духа для стоек правда завода была привязана только одна остальные пакете с колышками я так и никогда не пользовался видимо это как некий sample то есть пример того как ее привязывать не пользовался потому что по совести говоря и без боковых оттяжек палатка довольно устойчиво оказался на ветру и на мой взгляд боковые оттяжки это уже для каких-то но действительно крайне суровых погодных условий также к минусам данной палатки можно отнести негуманную цену правда она постоянно скачет я за последний год видел предложение от 41 тысячи до 57 тысяч за палатку без допов то без органайзера без дополнительных верхних куполов накидок ну дорого ли это наверное да дорого для палатки такого класса ну наверное все таки дороговато но зато она сделана довольно добротно надеюсь прослужит достаточно долго отработает свои деньги чтобы подсластить пылилю к плюсам киллер фичам этой палатки можно конечно отнести то что она заменима при установке в непогоду то есть если уже идет дождь можно легко быстро при должной сноровки поставить каркас тент шатер сам закинуть внутрь вещи включая пол и продолжать уже установку все палатки изнутри распаковку вещей внутри шатра защищенного непогоды от дождя по технических характеристиках высота водяного столба 10000 миллиметров габариты глубина ширина по три метра соответственно высота метр девяносто высота внутренней палатки метр восемьдесят пять то есть палатка позволяет находиться внутри нее собственно не нагибаясь обыкновенным естественном разогнутом положении что конечно добавляет комфорту ну за комфорт приходится платить неудобством в иных вопросах вот собственно все наверное что можно рассказать про эту палатку далее мы обязательно постараемся снять видео реально использование палатки походах разберем какие-то нюансы может быть которые я вспомню которую я упустил в этом видео и посмотрим на что она годится но в целом палатка достойная хотя бы только для того чтобы обратить на нее внимание посмотреть в целом мне она очень нравится опять же при условии если тебе не приходится таскать ее на себе если ты не ограничен в объеме и в массе багажа который груза который приходится транспортировать вместе с собой всем пока увидимся в следующем видео не забывайте подписываться на наш канал нажимайте колокольчик ставьте лайк оставляйте пару комментариев какие палатки вы предпочитаете такие марки модели и чем именно вам нравится или не нравится может быть магрика может быть ваши палатки это очень интересно потому что я один не смогу сделать обзор всех палаток в мире и если зрители поделиться своим опытом то будет очень круто и полезно так что до скорой встречи пока а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok